Приветствую вас! Мне бы хотелось начать с того, что сказать. Вот, когда вы только переезжали в другую страну, когда вы выходили замуж, у вас, ну, наверное, был мотив переезжать. То есть вы хотели это сделать, и вы сделали это. Почему? Ну, наверное, потому что ваш муж был из другой страны, и вы переехали туда по той причине, что там ему было лучше. То есть у вас был стимул. Стимул переехать. Теперь с этим стимулом, похоже, у вас возникли трудности. То есть стимул этот вас больше не удовлетворяет, и вы не чувствуете себя, ну, как бы полностью реализованы благодаря этому стимулу. Значит, 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 у вас этот стимул себя изжил. И теперь, когда у вас один стимул закончился, нужно искать другие. Отношения с вашим мужем, они вас не удовлетворяют? Отношения с вашим супругом не приносят вам радости, наслаждения и так далее. Почему вы не чувствуете себя спокойной, например, в доме с вашим супругом? Если быть честным до конца, то почему вас не удовлетворяет проживание с ним? Понимаете, дело это ведь не вместе. Дело в вас. Если у вас внутри нет гармонии, если вы изначально сомневались, стоит ли, например, вам ехать в другую страну ради своего мужчины или нет, если вы не хотели, он вас заставил, то, конечно, конечно, тогда у вас будет подобное переживание. Просто потому, что это следствие невыраженного конфликта, конфликта, который был ранее у вас. И в первую очередь нужно для вас разрешить эту ситуацию. То есть обозначить для себя мотивы нахождения в другой стране. Ради чего вы в ней, для чего вы в ней. Как бы, что вы здесь получаете, что вы здесь имеете. И когда это будет четко сформулировано вами, можно будет образовывать другие вспомогательные мотивы, которые помогут вам искать положительные моменты в том, что есть у вас сейчас. Ну, например, вы говорите, нет такого места, где вы могли бы отдохнуть, расслабиться и так далее. А кто вам мешает какое-то место сделать своим? Кто вам мешает из того, что уже есть у вас, стараться извлечь максимальную пользу? Кто вам мешает начинать обживаться там, где вы сейчас находитесь? Что удерживает вас от этого? Вот это, пожалуй, самый главный вопрос, на который вам нужно ответить. Ведь вы не понимаете то, что у вас есть сейчас. Вы это отвергаете. Вы не делаете это своим. Почему? Потому что, возможно, тот самый изначальный мотив и стимул, который заставил вас перебраться, переехать в другую страну, теперь уже, так как должен, не работать. И вот вопрос заключается в том, почему он не работает? Почему он перестал работать? Разочаровались ли вы в отношениях с мужем, например? Или, может быть, вы почувствовали, что отношения с ним не такие хорошие, какими казались вначале? Либо у вас, например, была с ним влюбленность, была с ним страсть, но потом влюбленность и страсть прошли, время какое-то прошло, чувства, эмоции начали спадать, и вы увидели, что, в общем-то, человек не так больше вам и близок, человек привез вас в чужую страну, где ничего у вас своего нет. Понимаете, процесс обживания на новом месте, это процесс длительный. Это процесс налаживания контактов нового. Это процесс организации своего досуга. Досуга имеется в виду уже по-новому. Досуга по-новому организации. И это, по сути, изменение всего образа вашей жизни. Естественно, это тяжело, потому что непривычные модели поведения нужно использовать. И если основной стимул для этого, для того, чтобы осваивать эти вот новые модели поведения, у вас отсутствует или недостаточно силен, то, соответственно, будет проблема. Давайте мы с вами зададим вопрос о себе. Можно ли как-то вернуть стимул? Можно ли как-то вновь сделать его ярким? Можно ли как-то вновь превратить этот стимул в что-то, во что-то, что для вас действительно важно? Понимаете ли вы, для чего вы находитесь в этом месте? Понимаете ли вы, что потеряете, если уедете из этого места? И так далее. Также, мне бы хотелось, чтобы вы сами для себя выделили, отдельно выделили, свои интересы, свои увлечения, свои желания и, собственно, предпочтения. Во всем. В отдыхе, в досуге, в каких-то еще моментах. Дополните сами, если есть, чем. И вот это постарайтесь начать постепенно реализовывать на новом месте. не сразу, потихонечку, начиная с самых простых моментов. И вот двигатель, двигатель, двигатель старается акментировать свое внимание только лично на том, что есть хорошего в вашем положении. Дальше. Вы пишите о том, что нет места, куда бы вам хотелось пойти, значит, нет ни одного места, которое могло бы дать не эмоции, и которое я чувствовал бы дома, в своем городе. Ну, во-первых, понимаете, вы сравниваете два раза города, это не есть хорошо. Там, в смысле, в сравнении проиграет всегда тот город, который остался в прошлом, потому что эмоции о нем идеализированы. И воспоминания тоже. Кроме того, Кроме того, Кроме того, все места, в которых вы чувствовали себя хорошо, заметьте, вы говорите про места, а места определяют с людям. То есть, все дело в людях. Так вот, вам нужно налаживать связь с людьми, краткий, реализуя свои интересы, увлечения и хобби. И будете реализовывать это, у вас будет получаться налаживать контакты, и налаживая контакты, вы будете вместе с людьми посещать новые места, и у вас будет постепенно образовываться новые точки, где вы будете ощущать себя расслабленно. По какой причине? По причине ассоциаций. То есть, у вас сейчас ассоциации, связанные с расслаблением, направлены на город в прошлом, а вам нужно образовывать новые ассоциации. И для этого, да, требуется волевое усилие, особенно на первых порах. Но потом все пойдет само собой. То есть, вам даже не придется ничего специально делать. Вы сами, благодаря своим ассоциациям, сможете получить то, что вам нужно. На этом все, надеюсь, что помог к вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. удачи. Теперь Продолжение Продолжение следует...